Ну, ребят, у Инны сегодня великий день. День зарплаты, которую она, знаете, ну, в конце концов-то заслужила. И только вот неясно, то ли кто-то перевёл денежку и промолчал, попросил, чтобы не говорили об этом. Ну, возможно, стыдно человеку, что помогает алкашам. Ну, а, возможно, и мальчики раскошелились. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Дневник Бомжа, обсудим очередной видеоролик с зарплатой Инны. Только ей выдали не наличку, а отвезли её щедро в магазин за покупками. В общем, как обычно, в самом начале Ванька попросил ставить лайки, подписываться на канал. Ну, и сказал, что Инночку повезут затариваться. Ну, ей же обещали. Ну, значит, Инна, как всегда, там, вся в делах, вся в работе, вся в срачей беспорядке. Попросили её нарядиться, одеть курточку какую-нибудь модненькую, а не шубку. В общем, и собираться, собираться, потому что надо бы на в магазин. Знаете, вот я что-то так подумала, думаю, откуда такая щедрость. Сумма-то не маленькая, на которую её затарили. 3000 рублей, это тоже, как бы, знаете, накупить на 3000 рублей Инке. И причём, да, ну, не такой уж нуждающийся она человек, чтобы тратить на неё аж 3000 рублей. Что-то я сомневаюсь, что это с личного кармана. Я думаю, что, скорее всего, какая-то подписчица или подписчик сбросил денег Инне, чтобы ей купили поесть. Но, наверное, не входило туда пиво. Но мальчики всё-таки были такие щедрые, такие щедрые, что даже купили бутылочку пива. Прям нет слов. Мне кажется, что это всё-таки та подписчица, которая передавала деньги на блок сигарет и на три десятка яиц. Короче, Инна, значит, собралась быстренько, надела свою чистенькую, ну, новую курточку, ну, не новую, из посылок. Ну, и отправились в магазин. Знаете, я заметила, что Инна тоже не особо, знаете, вот так вот, чтобы какая-то такая экономность была, да, и то, чтобы она ценила там Максимку с Ванькой. Но интересный момент. На протяжении практически всего видеоролика это контроль. Контроль такой прям пристальный, пристальный около Инны Вань. Мне кажется, что они договорились перед магазином, что Инна будет брать осторожно немного и товары по акции. Потому что, когда она выбирала рыбу, Ваня просто, ну, консерву, Ваня просто вот стоял и смотрел таким взглядом и особенно провёл взглядом, когда Максим взял фарш. Инна попросила фарш и Максим, когда положил в корзину фарш, то, значит, Ваня таким провёл взглядом, что, ну, всё-таки фарш – это не дешёвый продукт. Хотя она брала Инна очень много всего. И шпроты, и там какую-то и кильку, и другие какие-то консервы, и даже сосисок огромный такой пакет. Всё она, конечно же, заметно, что брала по красным ценникам. И это не похож на светофор, это, по-моему, пятёрочка обычная. И поэтому, видимо, и просили Инночку посматривать только на красные ценники. Значит, там всё, что ей необходимо было, всё прикупили. И даже Инна попросила купить копчёной рыбки. Так ей сильно захотелось. Но, ребята, после копчёной рыбки, проходя мимо пива, она показала, и прям с таким сожалению, что, ну, купите хоть бутылочку пивца. Ну, что, типа, Инна, ну, не наглей мы тут продукты тебе покупаем, ты тут это, бутылочки выпрашиваешь. Она так поменялась в лице. Она прям такая была без настроения, сразу прям так надулась, думает, ну, вот, блин. И думала, купят хотя бы одну, а тут нет. Но тут ей, ребята, разрешили. Ребят, и тут Инна уже не шла за пивом. Она просто бежала. И я не знаю, что там она за какое пиво выбрала. Короче, я вообще-то, на самом деле, не разбираюсь, что она взяла. Но это было счастье полной штаны. Потом прям вся в настроении была, прям, вот, знаете, как будто такая прям деловая-деловая. И, мне кажется, она уже на тот момент аж и забыла, что ей ещё и надо. Как только пиво попало в корзину с продуктами, мне кажется, всё, она сразу забыла. Всё на свете. И уже тут как будто ничего и не нужно. Короче, около трёх тысяч рублей потратили мальчики на Инночку. Ну, сушьте, сумма, скажем так, немалая. Немалая сумма, чтобы её вот так вот взять, да, и отдать Инне. Прям-таки как-то удивительно, как это Ваня с Максимом, ну, расстались с такими деньгами. И для кого, для кого, а именно для Инночки. Ну, они, наверное, зрителей хотели удивить. Ну, всё равно мне вот что-то подсказывает, что они эту сумму не от себя оторвали. А что явно, ну, вот кто-то из зрителей или подписчиков просто-напросто помог деньгами. Потом уже, ребят, на кассе уже, когда рассчитывались, Ванька захотел, ну, сыграть в детство. Поиграть в игровом автомате и вытащить Инне игрушку. Но, увы, счастье не случилось. Игрушка Ване не досталась. Только проиграл Червончик. Короче, день удался. Я Инна счастлива только сидела в машине и думала, что, блин, куда всё прятать, куда всё прятать. Серёга всё съест. Знаете, вот, когда Инна говорит что-то про Серёгу, что там у неё забирает, всякое прочее. Мне почему-то кажется такой момент, что прям такой уж этот Серёга обжора, что всё у неё съедает. Ну, не знаю, мне что-то не верится, что прям у неё там что-то забирают. Мне кажется, больше она куда-то уносит и на что-то меняет. А потом просто-напросто сваливает всё на этого Сергея. Ну, и, значит, уже когда пришла домой, решила поблагодарить. Поблагодарила и мальчиков, и заодно и магазин. Ну, я уж насмеялась, думаю, ну и надаёт. Она уже сразу готова отблагодарить прям всех. Не только тех, кто ей купил, а ещё и продавцов. Короче, ребят, это угар. Инна, это угар. Что-то с чем-то, короче. Ну, знаете, вот, ролик удался. Инна трезвая была, по магазину походила, затарили её неплохо. Блин, пиво, конечно, я бы не стала ей покупать. Потому что это может быть толчком, толчком, что все эти продукты уйдут бабушке с дедушкой и обменяются на чекушечки со спиртиком. И, может быть, это специально сделали, пацаны. Давно трэша не было. И в следующий раз приедут, а она будет уже спать, а продуктов уже не будет. Ну, в общем, посмотрим, ребят. Короче, буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. А я желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.